Денис Иванович Гостюшев 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 Сложно проехать к какому-то объекту? Ну, наверное, в первую очередь, это действительно взаимопонимание какое-то. У нас, да, наши дворы очень сильно заставлены своим личным автотранспортом. Хотелось бы все-таки достучаться, чтобы они понимали, что нужно все-таки проезжать спецтехники к данному адресу, чтобы беспрепятственно прибыть, обнаружить, как говорится, увидеть, спасти, ликвидировать. Это у нас зачастую, с этим у нас проблемы. Ну, и какое-то взаимопонимание. А вот в этом году сообщалось о том, что скорой помощи разрешат таранить автомобили. У вас такого нет? Нет. И не хочется с этим связываться, если честно. Потому что где-то может произойти что-то не так, а мы по-любому будем виноваты. Такая тема. У нас есть дворы, которые хотят поставить шлагбаум, вот эти блоки. Это неправильно. Но это мешает безопасность. Да, это мешает. Денис Иванович, еще одна такая достаточно крупная цифра – это ложные вызовы и ложные выезды, соответственно, по городу. На что они приходятся, да, почему они возникают, и хорошо это или плохо? Ну, лучше пускай так, я считаю. Потому что если гражданин учуял запах гари или увидел что-то, лучше пускай сообщит. В ложные вызовы у нас еще входит сработка повещателя пожарного, как в школах, так в детских садах. Ну и сообщение жильцов о том, что они учуяли в подъезде гарь, либо дым. Действительно бывает такое, что мы приезжаем. Дежурный караул приезжает по данному адресу, проходит все помещения и понимает то, что не обнаружено ни очага, ни источника дыма. Лучше пускай будет так, люди будут бдительней, чем, как у нас был случай. Со складом, да, на выезде? Да, со складом. Как бы все думали, что нас вызвали. Как бы по прибытию к месту уже было обнаружено, что огонь упущен. Его было тяжело остановить. Была большая температура. Невозможно было его, как говорится, поймать. Денис Иванович, а вот эти портативные пожарные извещатели, которые в рамках ремонта подъездов устанавливали в этом году, которые тоже срабатывают на дым, идет ли с них какой-то сигнал, или они сделаны специально для того, чтобы проинформировать соседей и самих жильцов о том, что что-то горит? Да, в первую очередь это сообщение жильцам о том, что где-то есть источник дыма. Также в каждом доме у нас сейчас, практически в каждом доме есть консьержи, так называемая должность, которые по сработке оповещателей сообщают в пожарную охрану. Мы обязаны прибыть к месту и обнаружить источник дыма. Зачастую срабатывают датчики, это из-за ремонта в подъездах, ремонта в квартире, когда происходит строительная пыль, попадается на датчик. Для этого есть обслуживающие компании, которые обслуживают данные оповещатели своевременно и устраняют по неисправности. То же самое происходит в детских садах и школах. Регулярно проверяют их, сравниваем с работой объектом и пожарной охраной. То есть проверяем ремонтный порог, чтобы у нас моментально была сработка. Как в детском садике, так и в школе. Ну вот у нас в детских садах меньше стало, потому что ремонты в основном все закончились. Вот в школах бывает такое, что проводятся какие-то строительные работы, срабатывает датчик, приезжаем. Хотелось бы какое-то взаимопонимание тоже с охраной, чтобы знали, что нужно своевременно оповещать о том, что на данном объекте проводятся какие-то технические работы. Есть объекты, есть объекты, которые по высшему рангу высылается техника. То есть это помимо города Латкарина, еще другие городские круга, и город Люберец выезжает доп силами в наш город, чтобы своевременно сообщали нам. Вот, Денис Иванович, в начале нашего разговора Вы сказали, что в этом году на 25% у нас снизился показатель, то есть все стало лучше в городе по пожарам, их стало меньше. Это очень хорошо, это значит, население более внимательно относится, но тем не менее на новогодние праздники приходится обычно больше всего происшествий. Как людям себя обезопасить? Огоньки на окнах, гирлянды на елках, салюты? Ну, что касается, да, в быту, вот гирлянд, хотелось бы проинструктировать, чтобы гирлянды не оставляли включенными без внимания, поскольку в основном гирлянда подается, она не сертифицируется. Вот, и хотелось, чтобы они оставляли их включенными в комнате, где есть дети, минимизировать их на елках. Есть видео, где указано, как произошло замыкание гирлянды, и за одну минуту загорелась елка и выгорелась вся комната. Поэтому хотелось бы проинструктировать, все-таки не оставлять без присмотра гирлянды или включенные какие-то другие электроприборы на елках, на занавесках, на окнах, особенно там, где есть дети. Что касается фейерверков, в первую очередь, конечно, фейерверк нужно приобретать, который есть, сертификат. Также фейерверке нужно пользоваться согласно инструкции. На каждом фейерверке дается инструкция, изучить ее. Фейерверки они в квартирах не использовать, а на улицах, и желательно на большом расстоянии с жилого фонда. Там, насколько я помню, 30-50 метров до жилого здания. Ну и соблюдать элементарные правила по эксплуатации фейерверков. Ну и не хотелось бы, чтобы им пользовались дети. Есть травмы. Травмы есть, и они... Можно сравнить их с прошлым годом. Я думаю, что статистику мы это увидим. В травмпункте по-любому присутствуют какие-то ожоги, фейерверки залетают в балконы, в окрытые окна, чердачные помещения. Есть какая-то статистика, может быть, да, по происшествиям, связанным с салютами, и, в принципе, есть ли у нас на территории городского округа Латкарина места, где можно их запускать? Каждый год, каждый год, каждый городской округ выделяет место для пуска салютов. Это будет высвечиваться на сайте города. Также нас информируют, дают специальное уведомление о том, что, да, в городе есть такая-то площадка, где можно использовать салюты. Ну, я надеюсь, нам тоже направят информацию, мы расскажем нашим жителям о том, где можно будет в новогодние праздники запускать салюты, чтобы не навредить ни себе, ни соседям. И если, вот, по происшествиям статистике, нет, да? Нет, я отвечаю только за ссору ее, и, вот, и, как бы, в нашем городе, я ни разу не слышал, чтобы что-то было такое вот... Ну, на опыте есть, есть на опыте, когда выгорали квартиры из-за салюта. Как бы, сам лично тушил еще, когда, будучи был начальником караула, в квартире никого не было, но была открыта форточка, и, пожалуйста, салют залетел. У нас на тот момент было более 50 заявок по городу. Салюты залетали в балконы, в квартиры, в чердачные помещения в НСНТ. Ну, вот, на преддвериях Нового года еще раз хочется проинструктировать людей, потому что у нас будут праздники, будут разъезжать по дачам. Кто-то просто в частном секторе. Да, кто-то просто в частном секторе. Еще раз обратить внимание на инструкцию, как пользоваться салютом. Ну, и, повторюсь, сертификат. Вы правильно сказали, что в праздники люди едут на дачи, кто-то живет в домах частных, и, конечно же, Новый год – это не только светло, ярко и вкусно, но еще и тепло. Ведь много происшествий пришлось на нечищенные трубы. Да, когда начинается отопительный сезон, нужно провести элементарное техническое обслуживание отопительного прибора. Это проверить дымоходы, проверить полностью печное отопление. То есть, у кого-то есть газа, у кого-то есть на углях или на дровах. Это все нужно проводить техническое обслуживание своевременно. Ну, и соблюдать элементарные правила противопожарной безопасности. И что бы вы со своей стороны поживали латкаринцам, жителям и гостям города? Ну, вот сейчас будут новогодние каникулы. Хотелось бы еще раз проинструктировать детей, чтобы они выходили на коньках кататься на волкушу, на ледовое покрытие. Оно не везде еще набрало свой... Лед не набрал свою толщину еще в полном объеме, чтобы следили, родители детей не отпускали. Ну, и в преддвериях Нового года хочу всех жителей города Латкарина поздравить с Новым годом, с наступающим. Здоровья, любви и процветания. Спасибо. Напомню, что в студии была Нина Казирот и начальник пожарной части города Латкарина, номер 303 Денис Иванович Гостюшев. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова